Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы продолжаем курс лекции по проблемам ювенальной юстиции. В этой лекции мы рассмотрим структуру государственных органов по делам несовершеннолетних. Предполагается, что мы, как в первой лекции, говорили с вами о том, что в основном ювенальная юстиция выводится из понятия судопроизводства по делам несовершеннолетних. То есть все судебные органы, которые осуществляют правосудие по делам несовершеннолетних, либо как специализированные органы, либо как органы, в том числе рассматривающие дела по делам несовершеннолетних, создают вот такую основу ювенальной юстиции. Но надо отметить, мы с вами сразу говорили о том, что эта концепция в России не реализована и не может быть реализована в силу того, что существует конституционный запрет на создание специализированных судов по рассмотрению уголовных дел. А вот если такой запрет существует, то, соответственно, и всегда уголовные дела будут рассматриваться не какими-то специализированными судами и по, может быть, такой совершенно обособленной процедуре, а будут рассматриваться обычными судами общей юрисдикции. Ну, может быть, максимум, на что рассчитывать следует, это специализация судей, то есть судьями, специализирующимися на рассмотрении дел в отношении совершеннолетних. В то же время особенности российского судопроизводства – это создание более широкого перечня органов, которые наделены в том числе и правами, юрисдикционными правами по отношению к тем правонарушениям, деликтам, которые совершаются несовершеннолетними. И в этом случае, то есть вот еще, может быть, у нас вот от прежней эпохи остались эти органы, которые создаются на таком полу, может быть, общественном положении и занимаются вопросами несовершеннолетних. Поэтому у нас, в отличие от западной, может быть, Европы, нельзя говорить о том, что ювенальная юстиция состоит преимущественно из судебных органов. Более того, у нас вообще нельзя говорить, что у нас существуют специализированные судебные органы по делам несовершеннолетних, но при этом, естественно, можно с полной уверенностью утверждать, что ряд органов специализированных существует, просто они не судебные органы, но при этом наделяются некоторыми юрисдикционными полномочиями. Итак, план сегодняшней лекции. В сегодняшней лекции предполагается рассмотреть следующие вопросы. Первый вопрос. Правовая основа организации деятельности государственных органов по делам несовершеннолетних. Правовая основа. Второй вопрос. Основные направления деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Основные направления. Итак, перейдем к рассмотрению первого вопроса. Напомню, он нам обозначен как правовая основа организации деятельности государственных органов по делам несовершеннолетних. Предполагается, что эти органы имеют некоторую правовую основу, то есть созданы на основе, действуют на основе ряда нормативных положений. И прежде всего, конечно, основой, правовой основой данных органов, я не говорю, что это Конституция, другие отраслевые законы, но вот и есть такой особенный закон, который как раз-то и касается деятельности органов профилактики. Это федеральный закон от 24 июня 1999 года номер 120 ФЗ об основах системы профилактики безнадзорности и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Вот этот базовый закон, который, собственно говоря, и определяет некоторые понятия, а также он и дает нам представление о тех органах, которые созданы, и может быть в соответствии с нормами международного права, и с нормами российского права, и регулирует порядок функционирования органов, осуществляющих профилактические мероприятия среди несовершеннолетних. Прежде всего надо отметить, что данный закон в соответствии с Конституцией, издан и общепризнанными нормами международного права, он устанавливает основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. То есть здесь можно с уверенностью сказать, что данный закон отвечает не только Конституции Российской Федерации и другим нашим отечественным законам, но и нормам международного права. Какие мы можем выделить, прежде всего, вот уже у нас как-то, по-моему, был этот вопрос, да, проблемы. А проблема заключается в главном. Все-таки международное право ориентирует государство нашего земного шара на применение, всемирное применение воспитательного воздействия, отказ от такого сурового наказания в отношении несовершеннолетних и применение щадящих видов наказания. А может быть даже, прежде всего, эти наказания должны быть связаны с лишением, в том числе и кратковременным лишением несовершеннолетних, свободы. Свободы. То есть, не стоит даже на какой-то короткий период, я хочу подчеркнуть, именно наказаний, не воспитательного воздействия, связанного, может быть, помещением в специализированное учебное заведение несовершеннолетнего, а именно с наказанием помещения в колонии, в тюрьмы и так далее. В данном случае речь идет о сокращении таких мер воздействия и в большей степени развивать наказания, не связанные с лишением свободы. Это первое. Ну, может быть, конечно, это непосредственно связано и со вторым. А второе. Это развивать систему профилактических учреждений в государстве, которые бы от, может быть, самых таких, ну, может быть, неправовых, а воспитательных, и до уже правовых, особенно, допустим, если мы будем говорить о тех подразделениях по делам несовершеннолетних, которые существуют при органах внутренних дел, осуществляют контроль и некоторые воспитательные меры воздействия на несовершеннолетних, которые уже, ну, хотя бы на ранних стадиях, но уже попали в поле зрения правоохранительных органов. То есть совершили, ну, может быть, до достижения возраста 16 лет, или до достижения возраста уголовной ответственности, совершили какие-то противоправные действия, деяния. И, соответственно, только в силу возраста не могут нести соответствующий вид ответственности. Поэтому вот широкий спектр учреждений по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних позволяет с достаточной, может быть, такой непрерывной полнотой проследить проблемы, ну, если не падение несовершеннолетнего, то, можно так сказать, проблемы, да, вот такого критического его поведения. Проблема критического поведения. И не дать вот этому падению состояться, вовремя обнаружить противоправное поведение несовершеннолетнего и принять адекватные воспитательные меры. Итак, прежде всего нужно отметить, что закон как раз-то определяет вот этого субъекта правового воздействия, а для кого создаются данные органы, на кого они будут направлены по персональному, так сказать, критерию. И здесь законодатель отмечает, прежде всего, это по отношению к безнадзорным. Безнадзорный – это несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует следствие неисполнения исполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению или содержанию со стороны родителей или законных представителей, либо должностных лиц. То есть, это несовершеннолетний, который остался совершенно без надзора со стороны лиц, которые должны нести о нем, как мы говорили, заботиться о нем и нести соответствующую ответственность за поведение несовершеннолетнего. Следующее понятие, следующий, так сказать, субъект – это беспризорный, который определяют как безнадзорного, не имеющего места жительства или места пребывания. То есть, это не то, что человек, может быть, имеет свое место жительства, несовершеннолетний, конечно, но, так сказать, отсутствует за его поведением контроль. Здесь же речь идет о том, что нет места жительства. Это такой бомж, но несовершеннолетний бомж, да, беспризорный. Следующая дефиниция – это несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении. Вот то, о чем я вам говорил. То есть, вот органы призваны проследить весь путь, да, там сказать, и на какой-то этапе предотвратить вот это критическое поведение. Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении. Первая стадия – это лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющий опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающий требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушения или антиобщественные действия. То есть, в данном случае, вот, критическое положение определяет законодатель, как опасное поведение в плане возможности совершения противоправных действий, да, либо их это уже, эти действия уже совершаются. Может быть, они не имеют столь большой общественной опасности. Но вот уже вектор, так сказать, поведения данного несовершеннолетнего вызывает опасения. Или даже наоборот, позволяет утвердительно говорить о том, что ребенок пошел, как мы говорим, по наклонной плоскости. То есть, он пошел в своем развитии не вверх, а вниз. На улицу, в среду проблемных подростков, своих, так сказать, товарищей. Кроме того, есть еще одно понятие. Это индивидуальная профилактическая работа. Индивидуальная профилактическая работа. Вот здесь вот законодатель именно делает упор не просто на профилактику, а на индивидуальную, то есть, работу с каждым конкретным проблемным подростком. Что это такое? Это деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. В социально опасном положении. А также по их социально-педагогической реабилитации или предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий. Правонарушений и антиобщественных действий. То есть, в данном положении речь идет о том, что это активная работа по выявлению. Не просто, когда уже несовершеннолетний совершил, был задержан, а там думают, а что с ним делать, да? Но, на мой взгляд и на взгляд большинство, наверное, трезвых людей, которые на эту проблему смотрят, так сказать, не свысока, а в большинстве, может быть, даже живут в этой проблеме, речь идет о том, что падение человека, его проблемное поведение, опасное такое, критическое поведение, возникает не сразу, а формируется на протяжении какого-то определенного времени. И, собственно говоря, органы профилактики, конечно, призваны выявить таких подростков, выявить таких несовершеннолетних и принять соответствующие, адекватные меры. Следующее понятие, которое определяет этот закон, это профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Профилактика. Что же такое профилактика? А профилактика – это система социальных, запятая, правовых, запятая, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих антиобщественным действиям несовершеннолетних. Я еще хотел бы вернуть вас в начало этого определения и отметить, что это не только правовые меры, не только установление запретов и жестких санкций, а правовые здесь только меры, одни из, да, а речь идет прежде всего о социальных, педагогических и иных мерах, да. Но представляется, что законодатель может быть немножечко лукавит, когда, или, так сказать, наперед нам, на будущую перспективу определяет вот именно вот эти вот социальные меры, да. На самом деле, когда мы вот сейчас наблюдаем то, что происходит в нашей действительности, то речь не идет о каких-то социальных подвижках. Даже в богатых городах, как Москва и другие города России, можем ли мы рассчитывать на то, что несовершеннолетний займется каким-то, может быть, даже престижным видом спорта без денег, теннисом, может быть, там, горными лыжами, да нет, конечно. Ну, максимум, что предлагает, так сказать, спектр наших муниципальных учреждений в этом, это бокс, то есть друг друг морд бить. Да, вот это бесплатно. Ну, вы понимаете, что это весьма и весьма проблематичный вид спорта, да, что предлагается, или, там, кикбокси, ну, в общем, то, что связано вот с мордобитием. Ну, с одной стороны, и сам по себе спорт опасный. Ну, мы знаем примеры и в профессиональном боксе, когда речь идет о серьезных последствиях в виде таких вот заболеваний хронических, которые получают боксеры. С другой стороны, агрессивный вид спорта, который и так, семена которого падают на неблагоприятную почву, это уже изначально, мы берем человека с улицы, из неблагополучной семьи, а, как правило, это агрессивные дети, во сколько вокруг них, по их мнению, так сказать, все это несправедливо мир устроен, и он, они в обиде на всех, и плюс еще мы учим их не вроде бы добру, но, в принципе, там речь идет, конечно, о защите якобы, но все равно агрессивный спорт. И вот те проявления, впоследствии, да, которых мы уже знаем, организованная преступность, рэкет, бандитизм, которые возникли, вот, не чтобы так вот неожиданно, да, все они вышли из подвалов, где занимались каратисты, боксеры и другие виды единоборств преподавались. И в меньшей степени, конечно, это были теннисисты, может быть, лыжники, там, биатлонисты и так далее. Вот этого государства, к сожалению, помочь, вот в этом помочь не может. Ну, я ответил один из, да, социальных аспектов, да, один из, да, так же, как и правовые аспекты, не всегда можно определить, как наказание, наказание, еще раз наказание, да, здесь мы можем говорить и о каких-то социальных гарантиях, то есть правовых гарантиях, по крайней мере, в законах можно определить, да, какие-то приоритеты в направлении политики, ювенальной политики государства, да, вот, что нужно сделать для того, чтобы семья имела какие-то перспективы развития, для, что нужно сделать для того, чтобы дети в этой семье были защищены, а то на поверху, вот мы с вами тоже говорили, «Герой соцтруда остался, а мать героиня исчезла». Вроде бы, вот это свидетельствует о реальной правовой и социальной заботе государства о наших несовершеннолетних, о семье, да, мы можем говорить очень много, но когда реальные шаги разбираем нашего государства, то они далеко не в пользу несовершеннолетних, не в пользу семьи. Поэтому, когда мы говорим о такой деятельности, то речь идет прежде всего, конечно, о, может быть, установлении каких-то запретов или установлении необходимых законов, определяющих органы, вот, на попечении которых возлагается забота о несовершеннолетних. И вот здесь мы можем отметить, что ювенальное законодательство, конечно, прежде всего состоит из того закона, о котором мы говорили, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, сам же закон, да, определяет, что есть и другие законы, иные нормативные акты, которые издаются как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. На уровне субъектов Российской Федерации. Здесь тоже все зависит от такой правовой возможности или финансовой возможности тех или иных субъектов Российской Федерации. Перейдем к рассмотрению второго вопроса. Это, собственно говоря, вот, непосредственный вопрос, связанный с основными направлениями деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Несовершеннолетних. Мы об этом органе уже говорили. Это самый главный, наверное, первый орган, который специализирующийся на проблемах несовершеннолетних, о котором мы с вами уже говорили. Это орган, называется, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые организуются или образуются органами местного самоуправления. И чем они занимаются, эти органы, комиссии? Прежде всего, они что делают? Они осуществляют меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних. Меры всевозможные, но именно по защите прав. Речь идет, видно, о тех моментах, когда права несовершеннолетнего уже нарушаются. Не создаются какие-то условия, а надо защищать права. Мы с вами говорили о полномочиях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в плане административного законодательства, защиты несовершеннолетнего от семейных проблем, нарушения прав в семье, нарушения прав в детских учреждениях. Следующий вопрос, вернее, полномочий, это организация контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних. Организация именно таких контрольных. Мы здесь, конечно, все те виды деятельности, которыми занимаются органы, которых мы сейчас будем касаться, конечно, мы не сможем. Но мы главные такие общие направления их деятельности обязательно с вами осветим. Поэтому здесь прежде всего речь идет о контроле за условиями воспитания. То есть те подростки проблемные, может быть, которые попали в поле зрения специальной ювенальной юстиции, должны находиться под контролем. Поскольку не всегда, может быть, их поведение связано с субъективным подходом, а сами они виноваты. Да, это, в основном, может быть протестная реакция на тот микроклимат, ту психологическую обстановку, которая присутствует вокруг несовершеннолетнего, в которой он там находится. Следующее, видите, тут уже достаточно пункт большой, да, шесть. Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, либо вернувшихся из специализированных учебно-воспитательных учреждений. А также применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей и законных представителей. Но прежде всего хотелось бы, так сказать, вернуться к шестому пульту и пояснить, вот всю, здесь действительно прописана такая боль, наверное, да, социальная боль, что проблемы ювенальной юстиции, проблемы несовершеннолетнего не заканчиваются с наказанием, отбытием наказания, не заканчиваются вот с помещением несовершеннолетнего, изъятие его из обычной социальной среды, помещение в какую-то искусственную среду, среду закрытого специализированного воспитательного учреждения. И вот законодатель прямо об этом и сказал, что оказание помощи в устройстве, то есть фактически в реабилитации несовершеннолетнего после освобождения из воспитательной колонии, либо из специализированного учебно-воспитательного учреждения. То есть ясно здесь отмечено, что вот эти вот меры, карательные меры, связанные все-таки с лишением несовершеннолетнего свободы, реальных, реальных позитивных сдвигов не дают, а требуют наоборот применения реабилитационных мер после отбытия наказания, после освобождения из воспитательного учебного заведения. Что они, как правило, да, свою функцию, на мой взгляд, ну и на взгляд, собственно, законодатели, да, не выполняют в полной мере. Не выполняют в полной мере. Следующие органы, о которых мы с вами будем говорить, это органы управления социальной защитой населения. Вот если предыдущие органы, вот эти комиссии по делам несовершеннолетних, в которых прослеживаются контрольные полномочия, полномочия связаны с реализацией административной ответственности, то органы управления социальной защиты и учреждения социального обслуживания контролируют деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних. То есть вот здесь уже речь идет о социальном обслуживании, социальной защиты. Те, которые призваны, это органы, которые призваны просто помогать как раз-то вот эту вот социальную политику реализовывать. Они призваны помогать, прежде всего, может быть, материально. Ну, раньше какие-то гуманитарную помощь раздавали, делали социальные выплаты. Ну, сейчас, может быть, эта сумма достаточно скромная уже по настоящим меркам. Но, тем не менее, именно через органы социальной защиты распределяется государственная помощь детям, родителям, имеющим детей там. Один, два родили, там, такую-то сумму перечислили на книжечку, родили второго, там, такую-то сумму, там, ежемесячные социальные пособия и так далее. Вот именно через эти органы отдых осуществляется или другие виды государственного вспоможения. Следующее, это учреждения социального обслуживания, под которыми понимают территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры психологической помощи населению. А также центры экстренной психологической помощи и иные учреждения социального обслуживания. И иные учреждения социального обслуживания. Тоже можно, так сказать, вернуться к понятию, да, и определить, что это здесь вот как раз-то не сказано, что это какие-то там государственные, муниципальные. Речь идет просто о территориальных центрах социальной помощи семье и детям и так далее. Да, тут перечисляются уже те виды учреждений, которые создаются или могут создаваться в Российской Федерации. Из этого можно сделать вывод, что данный закон, который предусматривает систему ювенальных органов, да, он именно ориентирован на, может быть, даже уход государства из ювенальной сферы. А именно ориентирует общественное объединение граждан на создание, ну, может быть, под разной эгидой, да, с разными формами собственности. Создание каких-то небюджетных органов, которые бы занимались проблемами психологической адаптации или помощи несовершеннолетним, которые могут быть впали там в наркологическую, наркотическую зависимость, наркологическую зависимость и так далее. Да, вот в данном случае, конечно, вот эта экстренная помощь или просто психологическая помощь нужна несовершеннолетним, которые находятся в таком, может быть, в критическом возрасте, в критическом состоянии своего психологического развития. И в данном случае, конечно, к негосударственным, здесь может быть и понятно, да, что все-таки к негосударственным органам существует большее доверие со стороны общества, нежели к государственным структурам, которые ведут какую-то картотеку, ведут какую-то отчетность перед кем-то там вот наверх все сообщают. Может быть, и не только наверх и органы власти, то есть отчитывая за расходование бюджетных денег, они именно стараются выявить, может быть, лиц нуждающихся в этой помощи и уже поставить их на учет. И в данном случае, конечно, проблемы реабилитации будут на втором плане. Самое главное – это работать на такое создание чего-то массового, а не на конкретный результат излечившихся тем, кому помогли реально. И, конечно, заботу индивидуальную, вот та индивидуальная профилактика, конечно, в большей степени предусматривает создание негосударственных учреждений, может быть, даже под эгидой церкви, под эгидой каких-то других обществ, но именно направленных на оказание вот этой вот помощи несовершеннолетним. Не правовой, как правило, да, психологический. А психологический. Следующее – это специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Что это такое, чем они занимаются? Ну, прежде всего, это учреждения социально-реабилитационные центры, это социально-реабилитационные центры, социальные приюты для детей, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. То есть, вот и данные центры, конечно, создаются либо под эгидой государства, либо, может быть, это федеральные, могут быть, как правило, в большей степени это органов власти, субъектов федерации, а также муниципальных органов, которые вот таким образом реализуют ювенальную политику, то есть, создавая всевозможные реабилитационные центры, приюты для детей. Те такие учреждения, которые оказывают, как может быть, такую индивидуальную помощь, разовую помощь подросткам, либо систематическую помощь, куда помещаются несовершеннолетние, которые в том числе и остались без попечения родителей и беспризорничают. То есть, не только без попечения родителей, но и без места жительства. Это одни органы, да? Теперь вторые органы, о которых пойдет речь, это органы управления образованием и образовательные учреждения. Надо отметить, что, конечно, с прискорбием, может быть, отметить надо, что в последнее время как-то общеобразовательные школы, общие образовательные или воспитательные учебные заведения, они, ну, фактически, наверное, так вот в меньшей степени реализуют воспитательные функции. И когда мы идем около школ, видим вот эти толпы стоящих подростков в возрасте, да, какой подростков? Детей в возрасте 10-12 лет, сигаретами в зубах, страшно матерящихся. И самое прискорбное, что это происходит в 2-3 метрах от парадного входа в школу. То есть дети не таятся, дети выражают какую-то, может быть, свою апатию или вообще неприятие к школе, антагонизм по отношению к школе, то есть тому учреждению, которое изначально призвано служить не только образованию, но и воспитанию несовершеннолетних. Воспитанию, потому что сочетание может быть в одном лице и педагога, и родителей не всегда эффективно, а вот выделение из этого, из этой структуры специалиста, педагога, призвано как раз-то им повысить эффективность данной деятельности. Но мы можем говорить, к сожалению, с прискорбием констатировать факт, что школа устранилась. Так, принес тельца ребенок в школу, там научили чуть-чуть читать и писать, и на этом закончили. Когда начинаешь разговаривать со студентами, они, оказывается, не знают, кто такой Жуков, или как вообще-то зайти в аудиторию, если ты немножечко опоздал. Почему? Потому что вот не сказали, нет книжки такой, которую бы взяли, мы видим много детективов, мы видим много каких-то другой сомнительной литературы на книжных развалах, но где найти этикет, никто не знает, и продается ли он там или нет, сомневаюсь. Вот поэтому, конечно, и в данном-то случае речь в законе как раз-то и идет, вот здесь вот наглядная интерпретация того, что государство как-то вот отошло от проблем воспитания. О чем речь идет? О специализированных учебно-воспитательных учреждениях, ну хотя бы открытого типа, такие коррекционные, да, школы, может быть, органов управления образования. Не просто речь идет о том, чтобы любая школа должна заниматься тем-то, 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 не о специализированных учебных заведениях, да, чем же они, и что это за учебные заведения? Ну, прежде всего, это специальные общеобразовательные школы открытого типа. Там, когда еще нет такого строгого нарушения общественного порядка или, ну, совершения, я имею в виду, противоправных действий. А есть только, так сказать, наверное, первые ростки правового, такого негативизма, может быть, да, правового отрицания всего, так сказать, что связано с правилами общежития. И в этом случае вот школа, по мнению законодателя, специальная школа, да, будет помогать. Следующее, это специальные профессиональные училища открытого типа. Здесь мы говорим о такой вот концепции перевоспитания через труд. Конечно, если у несовершеннолетнего, по мнению законодателя, будет профессия, да, какая-то профессия определенная, он сможет зарабатывать уже деньги и с помощью этой профессии продавать себя на рынке труда. В данном случае, может быть, и не будет совершать противоправных действий. Вот есть такие заведения. А также другие виды образовательных учреждений открытого типа для несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания. Ну, мы так говорим, коррекционные классы, да, и коррекционные учебные заведения. Следующее, это более серьезные учреждения, да, это специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа органов управления образованием, да, закрытого типа. Это что за учреждения? Это специальные общеобразовательные школы закрытого типа, специальные общеобразовательные школы закрытого типа, это специальные профессиональные училища закрытого типа, и специальные, то есть коррекционные образовательные учреждения закрытого типа. Когда мы говорим о закрытости того или иного учебного заведения, это значит охрана, это значит направление туда по судебному решению. Это значит, что подросток, он еще не осужденный, либо совершил общественно опасное деяние, то есть как минимум правонарушение, серийное какое-то, но и максимум это уголовное деяние. То есть не преступление, деяние, запрещенное уголовным кодексом, но в силу недостижения возраста, привлечения к уголовной ответственности, его нельзя просто привлечь к ней. Поэтому речь идет о направлении несовершеннолетнего, вот такие специализированные учебные заведения закрытого типа, откуда бы он не смог убежать. Здесь фактически эти учебные заведения выполняют роль пенитенциарных, то есть уголовно-исполнительных. Учеба, перевоспитание через труд. Следующее. Органы опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства, чем они занимаются? Они дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из одного образовательного учреждения в другое, либо на изменение формы обучения до получения основного общего образования, а также на исключение таких лиц из любого образовательного учреждения. То есть органы опеки и попечительства, они прежде всего призваны заботиться о несовершеннолетних, которые либо вообще остались без родителей, либо тех несовершеннолетних, которые в свое время были лишены заботы родителей посредством лишения самих родителей, вот этих вот родительских прав. Ну и, соответственно, помещения несовершеннолетних в специализированные учебные, воспитательные учреждения. Надо отметить, что роль органов опеки и попечительства в современном обществе, и мы с вами, кстати, об этом уже говорили, на мой взгляд, необоснованно сужается. Ну, мол, законодатель как определяет? А, все равно обманут кому хочет. Кто хочет, тот обманет эти органы опеки и попечительства. Поэтому смысл-то какой? Их наделять какими-то дополнительными полномочиями. Если у нас законы обходят умные юристы, ну, надо отметить, что все-таки общественный контроль, муниципальные органы в большей, так, конечно, степени с развитием у нас муниципальной власти в стране все-таки ближе относятся к органам общественным, нежели государственным. Да, есть проблемы с развитием муниципальной власти, да, контролем общества за подобными органами. Но это не говорит о том, что эти органы не должны быть, что эти органы не могут уже развиваться в позитивном таком направлении. Следующая структура ювенальной юстиции – это подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Вот это ОВД – это органы внутренних дел. Ну, если вот в предыдущих органах речь шла о системе материальной, социальной защиты, психологической защиты, может быть, если мы говорим о правовой именно защите, то здесь речь идет уже фактически о защите общества от таких вот подростков, находящихся в критическом состоянии. Чем занимаются эти органы или подразделения органов внутренних дел? Ну, первое, чем они занимаются – это проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних. То есть, ставят их на учет, контролируют по месту работы, учебы, жительства. Второе. Выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления и антиобщественных действий, или совершающих в отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния. Тут же ограждают несовершеннолетних от взрослых лиц, имеющих такую криминальную направленность жизнедеятельности. Следующее. Осуществляют меры по выявлению несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. Первая часть, может, такая чисто полицейская функция розыска. Это не обязательно, что розыск такой криминальный, совершили преступление и разыскиваются. Это розыск может быть и в связи с тем, что ушел из дома и не вернулся. Где-то беспризорником бродит. Также рассматривают заявления и сообщения об административных правонарушениях несовершеннолетних. Также есть центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, органов внутренних дел. Мы говорили, есть постоянно действующие, а это центры, которые обеспечивают круглосуточные приемы, временное содержание несовершеннолетних правонарушителей. Проводят индивидуальную профилактическую работу с доставленными несовершеннолетними. А также занимают, доставляют, чем занимают, доставляют несовершеннолетних специальные учебные и воспитательные учреждения закрытого типа. Таким образом, уважаемое, время нашей сегодняшней лекции подошло к концу, а мы с достаточной полнотой осветили те органы, которые действуют в нашей стране. В последующих лекциях мы посмотрим, как эти органы функционируют. Всего вам доброго, спасибо за внимание. Продолжение следует...